я думаю надо все-таки открыть все-таки нужно открыть сколько я думаю тысяч пять пирамида пирамида она же как ее если открыть то сразу становится понятно и интересно и в конце всегда выгодней что здесь может находиться похоже пока не достроена наверно открываем что здесь находится всего лишь ничего заявочные материалы внушительно тизер все остальное это приложение то есть это еще не вся заявка не все материалы заявки которые проходили проверки экспертизы оценки чтобы было видно да то есть вот посмотрите заявочка и вот заявки документ один из документов которые мы говорим о том что у нас есть то есть получается вот это и есть тот гарант тот крупный инвестор о котором периодически мы упоминаем на вебинара в случае недофинансирования думаю это потом наложим так поверху есть тоже документ один это баланс бухгалтерский баланс за 2017 год сейчас после изначили суда первого будет баланса это собственно вот тот бизнес план который составляет ну некую основу все это дело где просчитана вся финансовая часть поэтому если мы его прокрутим пробную клетку пролистаем возьмем массивную пластами бросаемся вот это все финансовый план оценка оценить вот можно посмотреть сколько и что когда кто-то хотел дайте мне взглянуть это надо смотреть не да тут как-то материал очень много дмитрий александрович а скажите вот все эти документы насколько я понимаю это все относится к заявке к вступления в особую экономическую зону технополис и все это прошло проверку а проверка чья кого потому что об этом говорится москвы поиска всему там работали всевозможные экспорты это руководство технополиса москва 9 месяцев ушло на проверку доработку соответственно требования и так далее хотя эти материалы разрабатывались еще в рамках проекта СПП готовились потому что все это не случайно потому что эти цифры они считались еще задолго до того как мы начали проект совместно на инженеры по привлечению инвестиций даже так потому что это строилось не на базе какие-то ощущения личности а на строгом проще а почему так много времени вот все спрашивают то что 20 лет вот есть информация о том что проект уже существует а почему так долго почему нельзя было взять вот и там года за три все это дело реализовать вот хотелось бы от вас услышать почему так ну элементарно просто идея возникла ну возникла что идея что с ним сделаешь да ничего надо сделать образцы образцы на этих образцах надо было проверить а с учетом того что двигатели существует больше десяти тысяч разновидностей и нами было разработано более 150 схем их надо было проверить если даже по одной из них проверять а их же надо было разных исполнений проверить это было создано предприятие «Энергия» НПФ научно-производственная фирма «Энергия» работала в свое время над Донбассом создавал это все СНТЦ «Квант» стахановский научно-технический центр «Квант» предприятие «Квант» поэтому это тоже ушло время плюс ко всему мы оборудовательными двигателями целый ряд объектов собрали статистику как они работают как себя проявляют что экономят потому что все цифры которые мы приводим они не от балдых они все взяты из практики и так далее а потом уже вернувшись из «Энергия» надо было создать основу надо было собрать команду которая должна была научиться все это делать она в рамках АС и ПП формировалась запустили один пилотный проект Горыныч разработали поставил производство прошел все этапы провели все работы по патентам и лишь только тогда приступили к этой пробке то есть фактически я так понимаю работа проходила не только над самой технологией Славянка но и вообще отстраивание производственной линии то есть вот Горыныч я так понимаю это же совсем другая технология по факту это работа компетенции результаты результаты сложились вот в небольшом портфолио патент это копия я так понимаю это все копии тут все документы это все копии документы оригиналы ну оригиналы насколько я помню мы уже показывали в наших видео поэтому как бы те кто захочет можете ознакомиться в сжатом виде результаты были опубликованы в ряде весьма уважаемых компетентных издания наше настроение известный вузов да там очень много журнала было опубликовано все это для того чтобы получить доступ к нашей информации могли все специалисты подвергнуть критике встречанием абстракции но таковых не поступило и сейчас на сегодняшний день по нашей технологиям работает тут много рецензированных обмотчиков вот часть договора реальные договора вот которые заключены с визированными обмотчиками вот есть даже уведомление о государственной регистрации предоставлении права используемого по рецензионному договору документа после этого прошло регистрацию федеральной службы по интеллектуальной собственности Роспакет это не голословные вещи это все реально даже если посмотреть объем работы который проделан даже по подготовке заключения договора работы вот это вот сюда это достаточно большой объем очень большой объем информации просто все договоры но нет смысла даже сюда выкладывать потому что это будет еще гараж да талмуд получается хороший и у меня вот возникло несколько вопросов по лицензированным обмотчикам все-таки какое общее количество есть ли точная цифра или она меняется она меняется потому что каждый квартал подводится итоги кто-то перерегистрируется кто-то есть фирмы которые меняют вид деятельности всевозможнейшие движения происходят поэтому кто-то новый прибывает и так далее это динамический процесс но самое главное что есть некоторые такие вот нюансы связаны с желанием и нежеланием раскрывать информацию потому что многие обмотчики говорят да я не хочу чтобы раскрывали и на то они имеют полное право с чем это связано с тем что начинается пока же а дай приеду а дай посмотрю как а дай работать вот поэтому не все идут на это потому что многие уже ожегшиеся на этом деле говорят все мы не хотим чтобы нас вообще-то вот ну вот еще одно такое предложение тоже очень интересно которое было разработано это так называемое предпроектное предложение по застройке непосредственно то есть это тоже часть заявки или это это приложение заявки но оно необходимо было зачем мы должны были перед подрядчиком поставить задачу что же мы хотим это задача очень такая интересная потому что нам надо было описать все в ходу того какого цвета будут стоять то есть это не преувеличение сейчас это не преувеличение мы это все можем увидеть все как предпроектная заявка вот смотрим тамбур коридор санузел и так далее вот посчитано все да вот здесь идет в первую очередь распределение площадей на функциональном назначении вот идет по площадям вот по кабинетам да он идет где какой кабинет зачем он прямозначен сколько квадратных метров где он будет располагаться вот читаем здесь идет стол рабочий какого-то размера производства россия по каждой единице оборудование здесь все расписано то есть уже подобраны конкретные варианты даже столов и стульев если утрировать то есть фактически есть полный план и мы полностью понимаем к чему мы стремимся описали все то что мы хотим видеть в итоге на производственной очерке для ловушек все полностью и вот мы можем посмотреть значит все это здание состоит из двух части и одна часть административного производственного производственного делится на два участка первого второго участка значит производственная административная часть это трехуровневая производственная двух одно это вот план на отметке ноль размещение оборота а что значит отметка 0 это первый этаж заканчивался начали стены и здесь вот видно даже если мы смотрим допустим курительное помещение номер 120 там описано что тут находится нормально вот даже до этого вот я смотрю служба главного инженера находится да после охраны логистики и когда-то так далее пошел вот здесь смотрим с аккумулятором часто сушки пропитки компрессор и так далее то есть получается на сегодняшний день мы имеем полный план и понимание того как и дом и каком цвете это даже будет уже но то говорится если по первому вопросу возражения по второму как у цвета красит можем разве на прошли нормально мы сформулировали все требуем то есть я так понимаю в алабышева на сегодняшний день этот план уже утвержден принят и мы по нему уже начали двигаться то есть второй этаж второй этаж а здесь получается то есть будет как высокие потолки то здесь выход на первый этаж не выхода просто вот здесь на производстве потолок будет выше поэтому здесь ничего не размещается в этой части здесь вот складские помещения все находятся поэтому здесь демонтироваться начали по второму этажам вот если спрашивается чем мы были заняты все это время помимо создания лабораторий приобретение оборудования разработки программы методик составление заявок на патенты и так далее в принципе этими делами тоже ну а это вот у нас отметка 70 метров это собственно или третий уровень административного здания и второй уровень производственного здания и вот это вот самая главная часть которые будут сюда доступ будет полностью ограничен а что что же это за место это основное место где будут вести здесь работы по разработке технологическая часть и все остальное это вот такая вот вещь поэтому в принципе можно посмотреть здесь заложены все современные требования которые есть создание подобных объектов и вот этот план когда он уже будет выстроен все сделан он будет прообразом тех предприятий которые можно будет продавать по трансферу технологии то есть получается та часть на которой мы спускаем опытные опытное производство опытный отдел там получается происходит весь цикл производства с тем оборудованием которое необходимо под конкретный двигатель и вот это мы и будем продавать то есть то есть фактически мы проектируем завод для для нашего потенциального заказчика мы готовы будем делать то же самое что делали западные компании когда они продавали транспорт технологии для вас и мы готовы продавать транспорт технологии я думаю любопытство многих наших зрителей дело в том что некоторые наши коллеги интересуются зачем такой большой и дорогой завод вот для себя в принципе я ответ уже понял нового хотелось бы еще комментарий от вас как можно все это сделать в малых объемах для того чтобы выпустить современную продукцию нужно иметь все технологические переделы все тогда можно отдать на сторону да но вопрос в том что где гарантия что не будет утечки уже убедились да уже предлагают чертежи то что мы раньше давали тогда уже говоришь ему тут продам аналоги прочее 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 вот и все поэтому вы покажете как бы какие фирмы заниматься разработаны в ограниченных объемах они было возьмите любую другую компанию даже автомобильном они же не заказывают на стороне у себя делать и поэтому для того чтобы сделать современную разработку высокого уже не все теперь идет раз второе где вы будете готовить специалистов для применения технологий как не здесь что же надо готовить вот сразу тогда вопрос то есть получается потенциальный заказчик после того как мы запустили производственную линию с тестовую да то мы еще и специалистов их будем обучать этому на их территории на их территории мы можем продать это оборудование мало не запустить уже с обученным специалистом то есть получается именно вот такой объем заводских площадей поможет нам реализовать полный полный цикл то есть от создание технологии до ее реализации фактической и так как раз так же как это принято везде в мире страну с эффективной экономикой называют вот потому что плеать их также оттаган светлана же постар оборудование провели обучение фирмы они же говорили вот вам патенты дети делать их потому что банки и бизнесмену не готовы платить за конечный продукт они то что мы там посмотрели а еще тогда такой вопрос по поводу переоборудования прямо производственной линии то есть я так понимаю исходя из той информации которая была раньше в год мы планируем где-то два-три заказа принимать правильно я понимаю две-три разработки вот а скорость переоборудования производственной линии мы будем ставить если две разработки они будут приблизительно однотипные которые можно делать с применением одного и то же оборудования потому что цикл закупки они очень длительные и так быстро не сделал потому что что мы сейчас закупки ведем сразу определяем потенциальных поставщиков сроки поставки условия кто косячит какие проблемы возникают для того чтобы потом в дальнейших их сбежать вот и нету пирамиды была пирамиды и нет там вся вышла все логично господа все логично а это для продолжения то есть что-то будет еще конечно копия не все документы изготовлены они сейчас делаются прошу дождался там акты протоколы технические условия программы методика там документы по лаборатории еще одна часть которая уже вне заднем а которая работалась в рамках уже самоуправления работа над проектом потому что технические условия основа на которой мы будем делать это делать часть общепромовских двигателей тяговых которые изложены как проверять какими параметрами должен обладать и тогда же это происходит до последнего прибыли раз второй документ это как мы их будем проверять тоже заказчик который приезжает он будет говорить что мне покажи каком документ соответствует чтобы я мог проверить среди специалистов применимость у себя а второй как мы будем оценивать параметр он тоже должен видеть эти документы они основополагающие так вот она вот она где истина то есть получается оказывается нельзя сделать все за один день оказывается вся работа которая была проделана приводит нас вот к такому большому результату гараж тоже хорошо как серьезный продукт до рынка то есть насколько я понимаю сейчас в россии в принципе никто ничего подобного не делает вот именно на таком уровне для того чтобы именно помогать заказчику налаживать все производственные мощности и прочее под свои технологии то есть не готовы все они работают под себя сейчас борьба жестко жестко а вот сразу тогда такой вопрос по поводу или 5 какие-то данные уже есть какие каковы будут конечные требования или еще пока я хочу со предварительно основная ставка делается на то что для того чтобы отечественная российская электротехническая промышленность имела возможность выходить на рынке зарубежные нужны разработки где они могут они могут купить на внешнем рынке либо стать отделением филиалом по лицензии выпускать импортные с отчисленными с платежами либо иметь свою буду смотреть да даже отношение к своей производительность конечно приоритет быть для отечества поэтому будем смотреть кому как продавать и что очень интересно да это уже будет формироваться уже на следующих основах продолжение развития пирамиды продолжается последующие питается за счет предыдущие пока не в этих делах как в любом лохотроде конечно я надеюсь что скоро будущее недалеко уходя будет все это не только для лаборатории сейчас еще не реализовано документов бумаг ну материальный объект видны здание сооружения я очень надеюсь что мы скоро будем снимать интересные видео с территории уже площадки алабышева ну в принципе уважаемые наши зрители коллеги партнеры инвесторы всем тем кому не безразличен наш проект вот пища для размышлений вы можете сами сделать выводы исходя из того что вы сейчас увидели разве на это можно было потратить это все ерунда будущее нас